Здравствуйте! Вы на канале Это Интересно. Сегодня я вам расскажу о самых кровопролитных войнах в истории. Мы начинаем! Вейцарик Жан-Жак Бабель подсчитал, что за всю историю с 3500 года до нашей эры и до наших дней человечество мирно прожило лишь 292 года. Но и войны случались разные. Зачастую количество погибших в войне оценить сложно, но если взять минимальные цифры оценок потерь, картина складывается такая. Наполеоновские войны Войны, которые Наполеон Бонапарт вел с разными государствами Европы в период с 1799 и до 1815 года, обычно так и называют – наполеоновские войны. К переделу политической карты Европы одаренный полководец приступил еще раньше, чем стал первым консулом. Ганноверская кампания, война третьей коалиции, четвертой коалиции, пятой и шестой коалиции, европейские держав против Наполеона и, наконец, поход эпохи 100 дней, завершившиеся разгромом Наполеона при Ватерлоо, унесли жизни по меньшей мере 3,5 миллионов человек. Многие историки увеличивают эту цифру вдвое. Гражданская война в России В Гражданской войне, последовавшей за революцией 1917 года в России, погибло больше народу, чем во всех наполеоновских войнах – не менее 5,5 миллионов человек, а по более смелым оценкам и все 9 миллионов. И хотя эти потери составили менее полупроцента населения мира, эта война имела тяжелые последствия. В 1862 году на северо-западе Китая началось так называемое Дунганское восстание против Цинской империи. Китайские и некитайские мусульманские национальные меньшинства – Дунгани, Уйгуры, Сыгалы – восстали против китайско-манджурских феодалов и династий Цинь. По разным оценкам, в войне пострадало от 8 до 12 миллионов человек. Восстание Айлушаня Эпоха династии Тан традиционно считается в Китае периодом наивысшей мощи страны, когда Китай сильно опережал современные ему страны мира. И гражданская война в ту пору была под стать стране, грандиозная. Мировой стереографией она называется настанием Айлушаня. В 755 году Айлушань поднял мятеж и в следующем году поразгласил себя императором новой династии Янь. И хотя уже в 757 году спящего вождя восстания закопал его доверенный в Евнух, усмирить мятеж удалось только к февралю 763 года. Количество жертв потрясает, воображение. По самому малому счету погибло 13 миллионов человек. Первая мировая война. Стартовым выстрелом мировой мясорубки стал выстрел Сараева 28 июня 1914 года. С этого дня и до перемирия 11 ноября 1918 года погибло по самой скромной мерке 15 миллионов человек. Помимо массы жертв, итогом Первой мировой войны стала ликвидация целых четырех империй. Российская, Османская, Германская и Австро-Венгрия. Войны Тамерлана. За 45 лет завоевательных поход хромой Тимур на персидском Тимур Элянка по-нашему Тамерлан положил более 3,5% населения Земли второй половины 14 века. Минимум 16 миллионов человек. К концу правления Тамерлана его империя просилась от Закавкази до Пенджаба. Китай Тимур забывать не успел. Смерть прервала его поход. Восстание Тайпинов. Снова Китай, что неудивительно. Страна населенная. И опять времена цена. Кровопролитнейшее восстание Тайпинов унесло жизни около 20-22 миллионов человек. Восстание, начавшееся в 1850 году, по сути, было Тавистянской войной. Бесправные крестьяне-китайцы поднялись против Маньчжурской династии. Восстание возглавил Хун Цючуан. Восстание удалось подавить только в 1864 году, и то лишь при поддержке англичан и французов. Захват Китая Маньчжурской династии. Опять династия Цин. 25 миллионов жертв, или почти 5% жителей планеты, это цена создания империи, основанной в 1613 году маньчжурским кланом Айсингера. Меньше чем через три десятка лет под ее властью оказался весь Китай, часть Монголии и большой кусок Средней Азии. Войны Монгольской империи. В Монгольской империи историки называют государство, сложившееся в XIII веке, в результате завоевания Чингисхана и его преемников. Его территория была самой большой в мировой истории, простилась от Дуная до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии. Площадь империи до сих пор поражает воображение. Примерно 24 миллиона километров квадратных. Количество людей, павших в период ее становления – 30 миллионов человек. Первая мировая война. Эта война самая кровопролитная. Общее число оценивается в 40 миллионов человек, но это только минимальная цифра. Она и самая разрушительная. Общий учеб превращал материальные потери от всех предыдущих войн вместе взятых. В войне участвовало 62 из 73 государств, то есть 80% земли. Война шла на земле, в небесах и на море. Боевые действия велись на трех континентах и в водах четырех океанов. Вы были на канале «Это интересно». До скорых встреч!